Это была целая жизнь, это кусочек сердца. Мы молоды, мы авантюристы. Не зацепил меня город. Наталья Вадимировна Талайко. Педагог, руководитель школьного спортивного клуба. Дочь известного в Березниках спортсмена и заместителя главы администрации в 90-е годы. Родилась и выросла в Березниках. В 1995 году уехала учиться в Пермь. В 2001 году переехала в Старый Оскол Белгородской области. В 2004 вернулась в Березники. С детского сада я ходила с папой на тренировки. Папа играл в волейбол, а мы детьми находили тоже какой-то мяч и отдельно гоняли. Если многие папу воспринимают как административно, какого-то работника, должностное лицо, то для меня, конечно, он был просто папой. Это был заботливый человек. Этот человек нас направлял. Он нас привел в спорт. Все мероприятия он, конечно, присутствовал. Я прекрасно помню лыжные гонки, спартаки Адор, СФСР. Я помню прекрасно чемпионат мира среди юниоров по хоккею с мячом, когда приезжали финны, шведы, что стояли ужасные морозы. Потом, когда я пошла в первый класс, папа предложил, что давай сходим в спортивную школу ТЭМ, давай будем заниматься баскетболом. Я пришла и осталась тут навсегда. Вот тот зал, в который я пришла в 7 лет. Конечно, с удовольствием сюда возвращаешься. Какие эмоции, какие чувства ты вот тогда заходишься? А хочется взять мяч и поиграть, потренироваться, чтобы все было как раньше. Помню, у меня всегда с детства картинка, полная темнота, и что я с мячом иду на два шага на кольцо. Конечно, все соревнования не запомнились. Есть фотографии, где мы еще с бантиками, в гольфиках. Но мы уже считали себя серьезными баскетболистами. И играли. А сейчас как часто берете в баскетбольный мяч так, чтобы покидать? Сейчас беру, на уроках беру, когда с ребятами проходим раздел баскетбол. Я им показываю сама. Они мне аплодируют. Я говорю, ну, я занималась все-таки этим. Вот. И бывает, что в перемену могу сама взять, постучать, поиграть двумя мячами, тремя. Баскетбол – это религия. Так скажет вам каждый баскетболист. Это вера. Это целая жизнь, это целое мировоззрение. Кем я хотела стать? Ну, однозначно, это была педагогика. Раз я всю жизнь занималась спортом, совместно с родителями было принято решение, что я пойду в Пермский педагогический университет, но на факультет физической культуры. Студенчество – это первый раз, когда я уехала, да, надолго от родителей. Это 95-й год после окончания школы. Пять лет я жила в Перми, училась, продолжала играть. После окончания института я вернулась в родной город, в Березники, потому что здесь открывали команду «Урал Грейт Березники». И меня позвали работать в этой команде. Конечно, мы постарались сделать шоу, похожее на пермский «Урал Грейт». У нас также были видеоролики, которые мы специально создавали. Это была целая жизнь, это кусочек сердца. Не только у тех, кто работал, но и у всего города, я думаю, тоже. Березники просто гремели на всю Россию. Это был праздник, это был огромный спортивный праздник. В путешествии вместе с командой я познакомилась со своим будущим мужем. Я приняла решение переехать к нему в Белгородскую область, в город Старый Оскол. Я пришла к директору команды «Урал Грейт», говорю, я уезжаю. У них было такое удивление, смущение. Говорит, Наташ, ну ты возила 18 баскетболистов, высоких, молодых, красивых, и нашла себе какого-то другого человека, футболиста совсем в другом регионе. Но тоже все пожелали удачи. Таким образом, в 2001 году осенью я собрала чемоданы и уехала за любимым. Я переехала к нему, имея за год дней 10-15 знакомства. Я решилась на этот шаг и переехала туда. Мы молоды, мы авантюристы. Мне предложили работать в школе. Ну, я проработала там совсем немного, учителем физкультуры. Но что самое интересное, что в первый день, как только я построила детей в шеренгу и сказала, равняясь мирно, здравствуйте, их первый вопрос был, откуда вы. Потому что мой уральский говор, он выдавал это. Конечно, программа была немножко другая, нету лыж. Надо было играть в лапту, в которую мы тут никогда не играли. Я прожила там три года. Там появилась моя старшая дочь. Но я как-то не прикипела к тому месту. Если спросить меня ассоциация со старым осколом, я скажу, это хорошие соседи и то, что родилась дочь. Не зацепил меня город, не хватало леса, не хватало природы, не хватало общения. Больше всего, наверное, мне не хватало родителей. Потому что у нас какие-то очень тесные всегда отношения, поддержка. Мы, конечно, очень часто созванивались, звонили, писали письма. Этих писем больше сорока. Видимо, я писала гораздо чаще, чем раз в месяц. Ну и родителям это, видимо, было важно, раз они сохранили все мои письма. Первый раз из старого оскола я приехала в Березняки. Ребенку было три месяца. Я с ней через всю Россию. Потом я съездила еще раз в Березняки. И в это время уже папы не стало, мама осталась одна. Поэтому я понимала, что ей очень тяжело. И вот было принято решение, что я возвращаюсь к маме. Я просто вернулась домой. Как только мы проехали надпись Березняки, пришло ощущение, что я дома. И вот это было очень приятно. Это был какой-то восторг. Это было какое-то возвращение в детство, где тебе было комфортно. По работе я первым делом пошла тоже почему-то в спорткомитет. И Александр Владимирович Шамаев сказал, вот в нашем городе открываются Дюк-ФП. Это клубы спортивной подготовки в школах. Вот есть восьмая школа на выбор, надо руководить. Есть 10-я школа. Я выбрала восьмую школу, потому что я там училась. Я решила вернуться туда, где мне было хорошо. Тренерская деятельность появилась чуть позже, когда я ушла из школы. Сменила род деятельности и перестала быть связанная с детьми. И я ловила себя на мысли, что я еду в транспорт и не моргая смотрю на детей. И родители начали детей двигать ближе к себе. И они не понимали моего взгляда. А я проанализировала и поняла, что мне не хватает общения с детьми. С 2013 года я работаю в школе номер 22. Я пришла туда учителем физкультуры. Значит, самое время нам поговорить о богатстве. Интересно этим? Да! Здоровье – это главное богатство, которое есть у вас. И ежедневно работать над его сохранением. Что, давайте начнем урок? Следующее упражнение. Стойка ноги в рост, мяч сзади. Ударом переводим мяч вперед. Пять раз. В 2014 году, как только Путин предложил делать школьные спортивные клубы, мы в Березняках стали теми новаторами, которые ввели его в своей школе. И я стала руководить этим клубом. Это вся внеурочная работа. Это мероприятия с родителями, мероприятия с детьми. Это продвижение комплекса ГТО. Это участие в соревнованиях, участие в проектах. Я кайфую в целом от работы, не важно, что это будет. Я человек достаточно творческий, да, мне нравится искать что-то новое, внедрять. Я много читаю, много участвую в конференциях по обмену опытом. Я была в нескольких странах, видела какие-то мероприятия. Мне хочется этим поделиться. У меня две дочери. Старшая дочь Екатерина в том году закончила школу. Она пошла по моим стопам и тоже выбрала дорогу у педагога. Она занималась много лет волейболом и продолжает тренироваться. Младшая дочь занимается в школе безопасности, туризмом. Сейчас мы больше направлены семьей на оздоровление. Мы много путешествуем. Конечно, Березняки – это мой дом. И я нужна здесь. Я думаю, так. Для меня дом – это просто место, о котором я мечтаю ежедневно. Что приехать, неважно, что отдохнуть. Даже я готова сделать уборку. Но вот это место, куда хочется возвращаться. Где тебе тепло, уютно, где надежно, спокойно. Это дом.